Здравствуйте, дорогие зрители и гости нашего канала Флористика. Мы приветствуем вас на нашем канале. Комптные растения играют важную роль в жизни человека. Они могут стать не только декоративным украшением интерьера, но и прекрасным зеленым другом, который зарядит положительной энергетикой и улучшит настроение. Наверняка вы замечали, что в квартире, заполненной цветами, обычно уютно и красиво, солнечно. Цветущие комнатные растения на полках и подоконниках не только радуют глаз, но и помогают здоровью, поглощая вредные вещества из окружающего воздуха. На нашем канале вы можете найти много интересных видео о комнатных растениях, поэтому досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить важную информацию. Очень люблю цветы и хочу рассказать, как вырастить чудесное растение, удаляя этому не более 15 минут в день. Еще я не боюсь ошибок, когда учишься их не избежать, поэтому буду рада комментариям знающих. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сегодня я расскажу вам о цветке афиландра. Афиландра – эффектное растение с яркими живописными листьями и оригинальными соццветями. Родина – тропики Америки. Относится к семейству акантовая. В комнатном цветоводстве используются и как необычно красиво цветущие растения, и как декоративно-лиственные. В домашних условиях выращивать афиландру достаточно сложно. Несмотря на сложность, выращивайте его дома. Освещение. Афилендре требуется очень яркое освещение, но в полуденное солнце пейк ее необходимо притенять. Оптимально выращивать на подоконнике восточного и западного окна или непосредственной близости от южного. С наступлением осени афилендра страдает от недостатка цвета, поэтому ее необходимо переставить на подоконник южного окна, а еще лучше обеспечить дополнительным искусственным освещением. Полив. Летом поливают очень обильно, ни в коем случае не допуская полного просушивания земли. В зимний период так поливать уже не нужно. Необходимо увеличить интервалы между поливами. Влажность. Афилендру необходимо периодически опрыскать мягкой водой, комнатной или чуть выше температуры. Полезны обмывания листьев. Кстати, эта процедура обезопасит растения от вредителей. Температура. Растения очень теплолюбовые. Температура не должна опускаться ниже 22. Нельзя допускать резких колебаний температуры и сквозняков. Подкормка. Во время роста и цветения каждую неделю необходимо подкармливать минеральными удобрениями для красиво цветущих растений. В зимний период достаточно удобрять раз в месяц. Период покоя. После окончания цветения растению необходима период покоя. Для того, чтобы оно хорошо цвело на будущий год, рекомендуется снизить температуру до 10-12 С. Сохраняя хорошую освещенность, уменьшить полив и только изредка опрыскивать, конечно, в квартирах создать такие условия достаточно сложно. Поэтому, как правило, растения вытягиваются и становятся весьма неприглядными. Их можно обрезать, что способствует появлению новых побегов. Но и целезобразно заменять старые экземпляры на новые, которые легко получить в черенковании. Размножение. В качестве черенков целезобразно взять побеги, оставшиеся после обрезки. Лучшее время черенкования с конца зимы по апрель. Укореняют во влажном субстрате, желательно в тепличке, с нижним подогревом. Укоронившиеся черенки пересаживают в рыхлую землянью смесь, состоящую из листовой земли, торфа, перегноя и песка. Добавьте к субстрату суперфосфат или другие медленно действующие удобрения, а также древесной уголь. Вредители. Афилендр может повреждаться щитовкой, тлей и паутинным клещиком. Спасибо всем, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. Субтитры создавал DimaTorzok